Подарком к 800-летию собора святого Иакова должен стать масштабный ремонт. Реконструкцию планируют завершить как раз к юбилею, через два года. Раньше в храме, прямо в центре старого города, хранили людей. Их останки были обнаружены во время ремонта пола собора. Теперь их собрали в небольшой комнате около алтаря. Очень символично, что сейчас косница размещена в месте, где каждый год мы размещаем плащаницу Иисуса Христа. Останки, а также найденные ткани и даже нитки стали важным материалом для археологов. В археологии главное не то, что мы нашли, а что мы узнали. Мы видим, что у захороненных здесь людей был доступ к хорошей пище. У некоторых 50-летних даже полностью сохранились все зубы. В отличие от тех захоронений, которые мы изучали в 2018 году, заметен довольно большой контраст. Мы видим социальное неравенство, потому что быть похороненным внутри церкви стоило денег. После реконструкции собор святого Иакова переживет заметные изменения. Так, вместо батарей обогревать церковь будут с помощью системы теплых полов. А прихожане смогут снова увидеть замурованный в 50-е годы прошлого века витраж. Когда мы его открыли, то нашли бутылку, которую кто-то бросил снаружи. И сам витраж пострадал. Сейчас мы его обновили, как и алтарь. Во время ремонтных работ в стене нашли небольшое окошко. Сотни лет назад через него богослужения могли услышать больные проказы. Когда мы сняли штукатурку, то обнаружили такую коробочку, куда с двух сторон можно бросать деньги. Но главным открытием остается асуарий, первый в Латвии. Мы знали, что внутри будут захоронения, но не ожидали, что так много. И мы сначала сомневались, но потом высшим управлением церкви было принято решение создать асуарий. И люди смогут подойти и мементо море – вспомнить о смерти. Найденные надгробия, как минимум четыре, могут получить особый статус – памятника государственного значения. Отмечу, реконструкция собора святого Иоакова проводится на средства с пожертвований. Анастасия Преешкална, Айя Кинцы, Ингус Граудиниш, Русаласэ, Латвийская телевидение.